Здравствуйте! Вы смотрите последний в этом году выпуск программы Спорт ТВ. Вместе с вами мы хотим подвести итоги уходящего 2011 года. Вспомнить самые значимые достижения курян и обсудить грядущие перспективы. Ведь спортивная жизнь не заканчивается с календарным годом, а как всегда стремится к свершениям. Итак, приступим. Один из самых известных спортсменов России и уж точно самый популярный боксер в Курске Александр Победкин одержал важную победу в своей карьере. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в абсолютной весовой категории оказался непростым испытанием для русского витязя. 12 раундов на ринге против Белого Тайсона Руслана Чигаева продемонстрировали как новые грани в технике Александра, так и хорошую физическую форму российского боксера. Работа тренера Победкина Тедди Атласа не прошла даром. Впрочем, победить нокаутом многоопытного Чигаева не удалось. Бой вышел затяжным. Чемпион из Узбекистана показал характер и, хотя немного вяло начал, с третьего раунда постепенно выровнял ход встречи. В результате середина боя прошла в упорном противостоянии, но ближе к девятому раунду Александр мобилизовался, стал выглядеть активнее и уверенно провел финальную часть поединка. Единогласным решением судей победа и звание чемпиона мира по версии WBA были присуждены курскому боксеру. Номинация – титул года. Александр! Победкин! Несмотря на яркие победы, Победкин был и остается человеком скромным и не слишком любит оказываться в центре внимания. Но титул чемпиона мира обязывает. В сентябре после победы Александр посетил Курск. Добившись успеха своим трудом, он делился с подрастающим поколением знаниями, как достичь своей цели. Я хочу с молодежью пообщаться, чтобы они не шли в спорт, занимались физкультурой, спортом, развивались физически. Если из десятка один послушать, то уже будет хорошо. Пусть будет стремление, пусть добивается. Если я добился, то и они смогут добиться. Сегодня за успехами Александра Победкина на ринге следит вся Россия. В декабре Курянин успешно провел первую защиту титула. Также отмечу, что новый 12-й год обещает наконец-то свести на одном ринге двух выдающихся боксеров современности и поставить точку в пока что заочном противостоянии Победкина и Кличко. Как нужно бегать на многокилометровой дистанции, продемонстрировали курские сверхмарафонцы. Марина Жилыбина, Игорь Тишкороб и Лариса Клеменова стали победителями чемпионата мира и Европы по бегу на дистанцию 100 километров. Втроем куряне завоевали 7 медалей. Лучший результат показала Жилыбина, которая выиграла золото обоих чемпионатов и в личном, и в командном первенстве. Лариса Клеменова завоевала золотую медаль в командном зачете чемпионата мира и Европы и улучшила свой личный рекорд. 100 километров Лариса преодолела за 8 часов 23 минуты и 3 десятых секунды. Мне нравится испытывать себя, мне нравится работать, я получаю удовольствие от того, что я на тренировках выкладываюсь полностью. Я получаю удовольствие от того, что я пересекаю финишную черту, то есть это такие эмоции, это слезы. Я плачу от того, что слава богу я добежала, я преодолела черту и я очень счастлива. Игорь Тишкороб выиграл серебряную медаль чемпионата Европы в командном зачете. Номинация «Путь к победе». Уже традиционно курские реперистки дарят болельщикам и нам, журналистам, приятную возможность говорить о победах мирового масштаба. Воспитанницы Курчатовской школы фехтования Инны Делеглазова и Евгения Ламанова в составе сборной России в буквальном смысле слова с оружием в руках завоевали право называться сильнейшими реперистками мира. В британском Шеффилде, где в этом году проходил чемпионат Европы по фехтованию, в командных соревнованиях сборная России встретилась со своим основным соперником – итальянками. Финал получился драматичным, наши фехтовальщицы не сумели удержать преимущество, и сборная Италии, перехватив инициативу, оставила за собой два победных укола – 43-45. Россиянки увезли с Туманного Альбиона серебро и надежду на реванш. Местом новой встречи с принципиальными соперницами стало итальянское катание, где в этом году проходил чемпионат мира. На родной земле болельщики ждали от итальянской сборной не чудо, а уверенной победы над россиянками. Впрочем, в фехтовальном диалоге нашим девушкам нашлось, чем ответить на выпады хозяек соревнований. Эту финальную встречу с российскими реперистками итальянки забудут нескоро. Практически равное количество уколов на протяжении всей встречи держало в напряжении тысячи зрителей по всему миру. Но для нашей сборной борьба с многоопытным соперником завершилась принципиальной победой – 45-44. Титулованные воспитанницы Эльдара Мавлютова, Инна Дереглазова и Евгения Ламанова стали чемпионками мира в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Следующая вершина – Олимпиада 2012 года в Лондоне, и сегодня курские девушки активно борются за право представлять Россию в составе национальной сборной. Номинация – достижение года. Еще одна визитная карточка Курска – это женский баскетбол. В 2011 году яркими победами отличились игроки «Динамо-2» – молодежного состава баскетбольного клуба. Номинация – команда года. Девушки прекрасно проявили себя в играх чемпионата России. По-женски красивая победа со счетом 79-66. В Курской упорной борьбе, но с явным преимуществом, отобрал золото у чемпиона 2010 года Екатеринбургского УГМК. «Динамо-2» – чемпион России. Ударно потрудился в 2011 году курский спортсмен Виталий Дереглазов. Многократный чемпион России по рукопашному бою выиграл чемпионат мира весовой категории 90 килограммов. Международная федерация по виду спорта впервые проводила мировой рукопашный форум. Так что победа Дереглазова – историческая. Московское татаме собрало более 100 бойцов из 23 стран. Виталий Дереглазов, выиграв отборочный турнир в чемпионат России, который в декабре проходил в Курске, получил право представлять страну. За победу в тяжелой весовой категории боролись 16 спортсменов. Выиграв четвертьфинальный поединок дальше по турнирной сетке, Дереглазов прошел относительно легко. В последнем бою с болгарином Тихомиром Тадоровым Курянин завоевал золотую медаль. Любая мечта спортсмена может исполниться только при взаимопонимании с тренером. Анатолий Хостунов сегодня может смело сказать – это наша общая победа. Начав тренировать Виталия больше шести лет назад, Анатолий Александрович уже тогда был уверен – этот спортсмен далеко пойдет. В спорте, наверное, такого спокойного ничего не бывает. Особенно, когда касается единоборств, когда каждый поединок – это, в общем-то, нервное испытание. Понимаете, если все это сложить и посчитать, сколько нервов было затрачено, то, наверное, этого кабинета не хватит. Победу в номинации «Спортсмен года» мы присуждаем Виталию Дереглазову. Но уходящий год запомнился не только яркими победами. В 2011-м Курск посетили сразу несколько легенд отечественного и мирового спорта. Одной из первых в Курск прилетела русская ракета. Знаменитый хоккеист Павел Буре провел в октябре открытую тренировку для юных спортсменов. В Ледовом дворце Курска, пообщаясь с живой легендой хоккея, собрались сотни людей. Воспитанники курской школы сыграли товарищеский показательный матч. Для вот этих ребят, которые здесь играют, это просто, наверное, великое событие, потому что Павел – это легенда. Очень здорово, что он посетил наш комплекс. Он отметил, кстати, очень неплохую подготовку наших мальчишек. Ему очень понравилось катание. Некоторые ему понравились с точки зрения владения клюшкой. То есть он сейчас об этом говорил. Мне это приятно, потому что это оценка, наверное, нашего труда. Буре внимательно понаблюдал за игрой юных талантов и обсудил с тренерами методику подготовки и перспективы развития хоккея в Курске. Ледовый дворец «Арена», появившийся в городе около трех лет назад, принять всех желающих уже не может. Потому аналогичный комплекс заложен в Железногорске. Те успехи, которые ребята сегодня показали мне своей игрой, конечно, меня впечатлили. Я думаю, что если будет так развиваться, то в один из дней, конечно, может быть, кто-то попадет и в КХЛ. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы строились такие дворцы спорта, чтобы ребята не занимались всякой ерундой на улице, а приходили в спортивный клуб. Сотням курских юных футболистов октябрь 2011-го запомнился визитом кумира. Александр Мостовой, футболист, чье имя известно далеко за пределами России, провел мастер-класс для воспитанников футбольных школ и секций Курска. Программа визита у Александра Мостового получилась насыщенной. Знакомство с юными футбольными дарованиями, мастер-класс, встреча с болельщиками. Но привыкший к дисциплине Мостовой везде успел, да еще и попутно интересовался, как обстоят дела с развитием футбола в регионе. Увиденным остался доволен. Был в общеобразовательной школе, мне очень понравилось, потому что увидел то, как относятся, по крайней мере на данный момент, как относятся к детям в этой школе. Мне очень понравилось, да, и поле понравилось, и все. И вот, как бы сказать, вот этот футбольный клуб, да, как я знаю, Олимп, поэтому могу сказать только самые приятные слова, потому что и поле меня устраивает, и ребята, и отношения, и тренера. Мостовой говорит, что за долгую футбольную карьеру успел наиграться, но отказать себе удовольствие почеканить мяч или пробить пенальти не смог. Процесс развития массового спорта в нашем регионе идет довольно динамично. Это и строительство стадионов, футбольных полей, и катков. А привлекать детей к занятиям физкультурой можно и таким способом, когда мастер-классы проводят звезды российского и мирового спорта. Поклонников футбольного таланта Александра Мостового интересовало все. Поставили ли ему памятник в Испании, как развивается фанатское движение в Европе, и не хочет ли Александр занять пост главного тренера курского авангарда. Хотел, а почему бы и нет. Вечером того же дня Александр Мостовой посетил игру курского авангарда, который проводил матч первенства России. А уже в ноябре Курск посетил гимнаст Алексей Немов. Победитель четырех олимпиад также уделил немало внимания подрастающему поколению. Юные гимнасты признались, когда услышали о визите олимпийского чемпиона и решили, тренеры шутят, такого быть не может. Но он приехал. Спортивная гимнастика в Курске только зарождается, но Немов уже отметил, что создана хорошая база для развития. В свою очередь настоящим праздником для любителей боевых искусств стал приезд прославленного последнего императора Федора Емельяненко. Спустя всего несколько дней после боя с Джеффом Монсоном, который завершился безоговорочной победой русской звезды смешанных единоборств, Емельяненко нашел окно в тренировочном графике для того, чтобы побывать в Курске. Прославленный спортсмен встретился с молодежью и посетил спорткомплекс, где его с нетерпением ожидали поклонники. В центре внимания оказался, конечно, и предстоящий бой Федора Емельяненко с одним из японских соперников, намеченный на 31 декабря. Вы знаете, я долгое время бился на Новый год, по-моему, 5 или 6 новых годов провел до новогодних ночей, провел именно боя. Также у меня дочь родилась, да, и в 2008 году Василиса родилась, я был на бою в Японии. За два дня до боя у меня родилась дочь. Как российский спортсмен завершит очередной новогодний бой в Японии, мы узнаем 31 декабря. Ну а в финальной части программы представляем вам необычную номинацию – «Надежда» 2012 года. Ее победителем стал основной состав женского баскетбольного клуба «Динамо», который в этом году как никогда близок к историческим свершениям. Нам же остается надеяться, что курские девушки наконец-то завоюют Кубок Европы и медали чемпионата России. Тем более, что для новых трофеев у «Динамо» найдется место, ведь в 2012 году будет открыт спортивный комплекс на улице Энгельса, который станет для клуба новым домом. Масштабная арена для игровых видов спорта в Курске требовалась давно, и грядущий август должен открыть ее двери для тысяч курян. Сейчас строительные работы с применением в том числе и энергосберегающих технологий идут полным ходом. В вместительном главном зале найдется место не только для зрителей, но и для комментаторов, пресс-центра и персонала. А более компактная вторая площадка с возможностью регулировки высоты колец станет удобной тренировочной базой для баскетбольных команд. Также на одном из этажей будет располагаться музей достижений курских спортсменов. Еще один плюс – раскинувшись рядом лесопарковая зона. Так что остается с нетерпением ждать открытия. Таким нам запомнился уходящий спортивный год. Следующий бросает курским спортсменам новые вызовы. 2012 год для нас – это год олимпийских свершений. Мы очень хотим, чтобы те куряне, которые являются кандидатами в олимпийскую сборную, прошли отбор и в Лондоне показали замечательный результат. Мы надеемся, что 2012 год для нас всех будет радостным, приятным. Мы желаем всем побед, здоровья и мира. Нам же остается присоединиться к поздравлениям и ждать новых побед. Наша поддержка курским спортсменам пригодится. Так что, как водится, болейте за наших и будьте здоровы. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова